Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей Ильи Жейной, и мы продолжаем проходить реверс 19.99. История шестого, блуждание в долгой ночи. В прошлой серии мы, как говорится, познакомились, что ему было довольно невесело признаваться, что он обязан быть шестым, обязан быть лидером. Ну, скажем так, молодое поколение, бунтарь, такой, я, может быть, хочу быть моряком и уплыть с этого острова. Ему говорят, нет, ты идеальный человек, останешься на острове, вся твоя судьба предопределена, поэтому ему это, Навально, кисло. Ну что ж, демонстрация. Давайте посмотрим, как он изменит свое мнение, к чему это приведет, и как он станет тем, кем он стал сейчас. Ну, 37, я считаю, что это все глупости, ее ничто не берет, поэтому она такая 37. Это новое блюдо по вкусу замечательное. Почему никто не думал о том, чтобы добавить фрукты в йогурт раньше? Я рада, что тебе понравилось. Рада, что тебе понравилось. Я научилась этой комбинации прежде, чем приехала на этот остров. София свежие идеи принесла из-за рубежа. Хм, если ты спросишь меня, вкус прямо как 143. Ага. 11, 13, это оба хорошие числа, и вместе они создают еще одно замечательное число. Легче не стало. Хм, это был обычный день, со любой стороны. София и я... О, теперь со стороны 37-й взгляд. Тут каждая голова со стороны какого-то другого персонажа. София и я схватили немножечко еды, и отправились на скамеечку на дворе. Отлично. Еще один комплимент чисто в твоем стиле. Ох, я не знала, что ты тут тоже сидишь. А в ко... Конечно же он тут. Десятый сидел. Ты там голову-то не поднимай, двесять десятый. Да. Пожалуйста, это неподходящее время. 37. Горло меня подводит, но держимся. Хотя я и думаю, что число 210 слегка переоценено публикой, я бы ненавидела... Что бы... Я бы не стал ненавидеть ходячий выставку винограда, потому что он вечно с виноградом на голове ходит. Хм. Ха-ха. Давненько уже давно прошло, с тех пор, как я ел виноград на твоей голове. Они все еще такие вкусные. Но, как я и предполагал, вполне в духе 37 подойти и сорвать у него там виноградинку, которую он там... Так вот, типа, чтобы было ровненько со всех сторон, симметрично. Я думаю, еще парочку схватить, чтобы испытать их в этом йогурте. Пожалуйста, 37. Мы больше не дети. Ну, не надо. Не надо больше прыгать, чтобы выхватить виноград с моей головы, как в старые времена. Это неприлично. Ох, да хватит тебе таким занудной быть. Мне нравится виноград и другие фрукты. Мне нравится смешение их острого... Ну, как острого такого... Вкуса фруктового. Вязет... Вяжет... Вяжет рот. Таскать вокруг виноград на своей голове... Это одно из твоих достоинств. Так что не снижай его. София, почему ты улыбаешься? Ох, да ничего. Просто чувство ностальгии. Уже годы прошли с тех пор, как мы были все вместе за едой. Это напоминает мне о временах, когда мы были моложе. Тогда у нас было меньше ответственности, и гораздо больше времени могли проводить вместе. Мы встречались за едой время от времени, и даже отправлялись на пляж, чтобы повеселиться. Как я помню, это был тот дар, что впервые нас объединил вместе. Да, подарок, который я дала Атикусу. Я была новеньком на этом острове, и Атикус так много мне помогал. Так что я решил сделать шляпу из ткани Анатолия. Это потому, что его волосы стали такими длинными, все время падали ему в глаза, и мешали ему читать. Наша звезда Гермеса дала хороший совет. Только в этот момент мы посмотрели выбраться в прошлое, и поняли, как далеко мы уже продвинулись. Поговорив о прошлом, принесло нас небольшое удовольствие. Шарф или шляпа это слишком просто. Она устаревает со временем, и не хватает геометрической красоты. Мы должны ему дать диадему на голову. Она крепкая и такая худенькая. Таким образом, не будет слишком жарко летом, или намокать в рыдошливый сезон. Протянувшись, я делаю такую четкую треугольную форму своими пальчиками и двух рук. Равно сторонник треугольник. Лучшая форма. Это сделать его уникальный подарок. Да, он эту повязочку носит. Это просто жаль, что план не сработал. Вот почему я всегда говорю, Атикус должен благодарить меня. В 2010-й начал есть винограды, свисающие с его головы так же. Верный призыв к тому, что он начал расслабляться. Он уже сам сдался, начал есть. Это был я, кто встретился у вас перед кузницей, перед магазином кузнеца. И изменил корону в более такой хороший там круг. Иначе бы он все время себя ранил, когда сталкивался во всякие вещи. Ну нет же, конечно же нет. Удобство бессмысленно. Внутренняя красота математики это гораздо более важная вещь, чем одежда, которую ты носишь. 37 такая, что? Наоборот, удобство. Главное, чтобы костюмчик сидел. Непринужденно, легко и понятно. Неважно, он принял мой подарок. И корона действительно помогла его волосам держать их на месте. Может быть, я могу попроситься и доставить Атикусу еду сегодня. Принесу ему фруктов и йогурта и немножко с ним пообщаюсь. Ну, не сегодня. 37 прям что-то знает. После того, как закончила свои фрукты и йогурт, у меня были другие вещи, которые я должна делать. Я все это распланировала и запланировала время заранее. Эта задача уже была назначена сегодня мне. Она такая, не сегодня. Сегодня я доставляю еду. Тем временем, шестое, просто лежбище такое. книг, миллион. Попробую это все знание. Это мое первое время на доставке еды. Большинство времени я занят как раз до боли требующими задачами. Она требует, чтобы я проводил большинство своего времени, объясняя моей там логику там всего. Шестой. Вот его корона такая. Тут чувствуется, что она была треугольником, но потом такие, нет, давай-ка перековывай. Видимо, так это сработало. 37. Атикус. Он должен быть удивлен моим прибытием. Так удивлен, что он так же, как он впервые был удивлен, когда он впервые услышал, что я называю его шестым вместо Атикуса. У меня есть кое-что, о чем я хотел бы с тобой поговорить. Ты можешь поесть, пока будешь слушать. Я пересекла порог. И перешла через нижнюю дверь эту. Его комната заключения, в которой там сидит и зубрит, такая темноватая, наполненная книгами. И тут совершенно нету окон. Пол заполнен книгами. Какие-то открыты, какие-то закрыты. Поставив тарелочку на маленький-то столик, я сел напротив Атикуса. Это фрукты с йогуртом. Комбинация, которую София научилась на внешнем мире. Она по вкусу очень похожа на 143-й номер. Прям самый лучший вкус. Спасибо. Что бы это ни значило, 143-й вкус. Окей, принято. Я посмотрел, какую книгу Шестой читает. Это Евклит. Элементы. Не больше, чем базовый пример в нашей школе. Небольшой маленький, небольшой холмик книг лежит возле него. Границы этого холма показывают знаки, что уже их там перевернули. Он, возможно, читал эти книги уже все. Но почему ты здесь? Это не твоя работа доставлять еду мне тут. Тебе что-то нужно от меня? Он думает. И похоже, уже у него есть свой собственный ответ получил на это. Он выглядит отличающийся от самого себя. Я не очень хороша в дебатах без доказательства, но ты всегда был таким умным и догадливым. Логика 210-го слишком абсурдная и цветастая. А ответы Софии они слишком такие простенькие. шесть это просто подходящие ответы на такие вопросы. У большой шестерки не хватает свободного времени. Всегда говорит о поводу кораблей. Слишком занята, чтобы даже остановиться на секундочку. Так что я пришла к тебе. Маленькая шестерка. Прямо как противоположная большой шестерке. Похоже Атикус привык, что я называю его шестым. Но много людей на острове все еще зовут его Атикусом. Они говорят, что не может быть две шестерки на острове в одно и то же время. Она выделила для тебя времени. Она очень ценит тебя. И лучше исследовать эти проблемы. Ты просто не подходишь для разговора. Не то, что ты плох в мыслях. Она текущая шестерка. Не надо со мной связываться. Вот что такое. Для меня никакой разницы нет. Она шестая и ты шестой. Для меня одна и та же суть. Вот этот шестой наш родной, он напоминает мне Оливера Фога с его историей, что на него повесили на ребенка задачу. Он такой, не надо, я хочу, может быть, мечтаю великом, не хочу заниматься этим, но приходится. Долг, судьба, иногда это связано все воедино. Мои вопросы готовы, но путь вперед не такой-то легкий. Это обычная проблема в расчетах, но сегодня я не сдамся. Если один путь заблокирован, пойди по-другому. Если все пути заблокированы, переберись через кусты. Кусты, стены книг не отличаются друг от друга. Я знаю, как по ним карабкаться, чтобы достигнуть моей точки назначения. 26-й думает, я не должна пропускать процесс доказательства. Я знаю это. Моя матушка научила меня тому же самому. Шаги должны быть напечатаны на бумаге и актуализированы, чтобы дать больше значения результатам, доказательства все как надо. Но 26-й верит, что даже доказательства, ведущие к неправильному результату, должно быть задокументировано. Для меня это кажется неприемлемо. Каждый знает, что результат доказательства это то, что важно больше всего. Доказательства, которые неверны, должны не существовать изначально, прямо как твои элементы. они не будут включать фальшивые теоремы. Я думаю, он тратит время, фокусируется на таких глупостях, только отвлекает наше суждение истинной сущности. Но я не могу решить, ошибаюсь я или нет. Мне нужна твоя помощь. Блин, люблю философию, конечно, местную, но не очень. Он закрывает элементы и поворачивается ко мне. Я внезапно понимаю, прошло уже довольно много времени с тех пор, как мы последний раз встречались. Его синие глаза стали больше похожи на глаза шестой. Да, так же, как они должны. Шестые они по сути одно и то же. Наполнены мудростью синие глазки. И это синие. Прямо все по стилю. Ты имеешь ввиду двадцать шестой. Честный человек, который в его молодости отвел детей Апериона на их тренировки, включая тебя и меня? Учитель. 37. Почему тебе нужно знать, правильно или неправильно он в этом? И что это за вопрос? У всего должно быть ответа. Я просто хочу знать. Вот и все. он улыбается и трясет своей головой. Слова убивают сущность. Я думаю, двадцать шестой просто хотел отслеживать твои пробы и ошибки, чтобы информировать будущих искателей. Он всегда оценил передачу знаний. И ты всегда была приносила проблемы. Он честен, но также немножко не уловок. Он наверняка быстро забыл свою изначальную цель, когда она дошла до тебя. Возможно, вы оба потеряли свои изначальные мотивы в этом аргументе. Вы спорили? Шестой прав. Это не было приятной дебатой между двадцать шестым и мной. С тех пор, как София прибыла, я не видел, чтобы кто-то давал мне такой взгляд. Хорошо, я поняла о том, о чем двадцать шестой думал. Но я все еще хочу знать, есть ли какая-нибудь ценность в доказательстве с решением, которое оказалось неправильным? Иногда такие вопросы заставляют шестого некоторое время думать, но теперь его ответ был ловок, легк. Похоже, мне повезло. Тридцать семь. Значение не важно относительно. Но тогда не должно такого быть. Люди должны ценить только-только заказательство, которое верное. Если нет способа измерить решение, как мы тогда отличаем верное от неверного в конце концов? Загрузило пацана. На самом деле мне не важно ответ на этот вопрос. Он не связан с математикой. но дебаты над сутью определениям всегда моя слабость. Хотя я убеждена, что я права, я не могу убедить других. Числа крепкие и надежные, когда язык ловок и непонятен. Поэтому здесь десятый такой с языком он там любит болтать. люди вечно спорят над риторикой и фразами, сдвигая фокус от эссенции вещей, сути вещей. Шестой лучше среди нас всех в этих вопросах. Он всегда находит историю, которая делает вещи простыми и понимаемыми. Я ожидаю, что шестой расскажет мне историю, чтобы в следующий раз, когда я попаду в дебаты, я смогла бы придумать идеальный пример. Мне жаль 37. Я не могу помочь тебе с этой прямо сейчас. Он такой не, не, съехал. Шестой сдвигает свой взгляд прочь, поворачивая страница. В сторону посмотрел, врет, врет, он знает, но он опять молчит. И немножечко изменил угол короны на его голове. она выглядит, как будто она не будет замечательной удерживлителем для бумаги. Металлический треугольник определенно более идеальный, чем ткань в этой роли. Я могу подождать, пока дочитаешь страницу. нет, это не по поводу страницы. Я на самом деле не знаю, как ответить на твой вопрос. Или может быть я сам ищу ответ на него. Я смотрю, как он закрывает книгу, откатываясь и забрасывая на гору других. Ну что ж, значит, когда ты закончишь читать все эти книги, у тебя будет ответ, если все так было просто. Атикус такой, о боже мой, я не знаю. Но это лучше что-то попытаться, чем ничего не делать. О, прям Софию цитирует. Лучше что-то делать, чем ничего не делать совершенно. Она не поняла это цитаты. Это не похоже на его обычный стиль. И мне кажется, что я слышал это где-то еще. Он действительно изменился. Странно. Неужели внешность может измениться так значительно, пока эссенция, суть остается той же самой? Должен быть какой-то ключ к этому всему. Значит, это доказательство, которое ты дал? То, которое требует комната, полная книга и долгое заключение самого себя, это финальное доказательство? Нет. Тогда ты должен был сказать мне об этом раньше. Я не хочу, чтобы меня собрали абраксусы и привязали к камням, чтобы мои глаза там выкривали. Такой, Атикус, что за... Нет, это не так все серьезно. я просто пытаюсь соответствовать сути шестерки. Может быть, это действительно доказательство повода моего числа? А, но ты же уже знаешь ответ. Зачем? Что еще тут осталось доказывать? Это доказывает, что, типа, я достоин. Не судьба выбрала меня, а я выбрал судьбу. Вот как бы так вот. Ответ шестого похоже в ожидании. Ждет пока, так сказать, отдышится. Он перелистывает через книгу с легкой улыбкой. В этом лежит совершенно другой вопрос, 37-я. Имеет ли доказательство с правильным решением какое-либо значение? Что она спрашивала? А есть ли неправильное значение, смысл в этом? А вот такой, а есть ли смысл в доказательстве, когда ты так знаешь результат? В этой единственной фразе шестой полностью прям покорил меня. Я 37, он шестой, прямо с рождения. Никто из нас никогда не доказывал наши числа, но мы просто знаем ответы, что неправильные. Этого достаточно, эссенс, суть нельзя изменить. Значит, почему шестой запрашивает такой вопрос? А вот действительно, может быть, если ты сможешь доказать вот эту вещь, то ты сможешь доказать какие-то другие вещи отсюда. Это математика, это философия, это безмысленное беспокойство, трата сил. Внезапно чувствую, я не должна его беспокоить больше. Работа над доказательством не нужно прерывать или беспокоить, что он над доказательством работает, поэтому она сказала, что Абраксусы меня заберут, потому что я тут мешаю пацану доказательства искать. Это правило, которое все знают. Он проводит меня к двери и отступает в свою комнату. И я снова, так сказать, наклоняюсь, чтобы пройти через эту маленькую дверцу. Это дверь, прикрывающая взгляд, так же, движение делает ее больше как пещеру, чем двориным проемом. И делает вот эту, как будто он запечатался в пещере. Хорошо, я вышла. Я не особо помню, как я попрощалась с шестым. как он там смотрел за моими шагами. Я не получил прямого ответа от него. Только еще один вопрос на меня повесил. Тот, который запутал меня и немножко вызвал головокружение. К счастью, как только я покинул пещеру, я почувствовал ночной морской ветерок. И решение, которое я откинул раньше, пришло ко мне. Идеальная фразочка в нужный момент. Я быстро поспешил домой, чтобы записать его. По пути я пересеклась с Софией снова. Она немножко переживала за шестого и спросила меня о нем. Читает ли он много, хорошим ли он здоровья, работает ли над доказательством, что это за доказательства. Он читает много книг, так же, как небольшая горка. Его здоровье в порядке, он есть хорошо, и дыхание у него в порядке, равномерное. Я ничего не знаю о его доказательстве, но в любом случае, он похоже доказывает самого себя, число пытается доказать. демонстрация. Книжка для детей. Не отвлекаемся и читаем. Книжка и книжки для детей. Доказательства требуют времени. Атикос все еще не получил полностью свой собственный ответ. Голос сверху заговорил с человеком. Важные вещи случатся с тобой. Он прям перечитывает видимо ту самую, которую 210-я говорил. Снаружи его комнаты заключения люди рубят деревья из леса. разрезают доски на бревна на доски и затем делают всякие палки и вещи из этих досок. Внешне форма корабля уже приняла форму. О, там корабль. Да, корабль какой-то там говорили, что делают, делают, делают. И зачем это? И затем он провел всю свою жизнь ожидая чуда. Пока смерть не прибыла и ничего не случилось. Шип определяет начало путешествия. Он отводит людей и вещи через воды. Он открывает новые миры. Люди зовут, общаются друг с другом, выбирают направление. Когда человек лежал больным в кровати, он плакал и кричал голосу сверху, спрашивая, когда же все, что ты мне обещал, наконец-таки прибудет? Толкать, толкать и затем еще больше толкать. Явные следы остались в песке корабля. Пожалуйста, зайдите. Фигура появляется в ходе в его комнаты заключения. Он переходит к столу и она подходит к столу и поставил тарелочку, но не села. Может, это 37-я? А, нет. Видимо, в этот раз мы со стороны 210-го и он такой, ну, не 210-го, с 6-го просто гости к нему приходят. Странно, что ты не против поговорить. Они не особо дружелюбные с учетом, что 210-й любит себя как колючий такой вести. Атикус опускает свою голову и перевистывает через страницы. Затем использует свою корону чтобы придержать книгу прежде, чем посмотреть на него. Такой, видимо, снял, так положил, чтобы страницы не закрылись. Это никак не связано с моими личными чувствами, а он тут уже взрослый и все такие уже все. Ты должен что-то сказать, поскольку ты специально сюда пришел. А раз уж ты пришел поговорить, так что можешь просто спрашивать. Корабль уже отправился в плавание. Множество людей на этом корабле. Люди, которые мы знаем, люди, которые смотрели, как мы растем. повар, щитовод, оператор Эраты, отец Софии и шестой, они все на этом корабле. Для такого маленького острова это было гораздо легче избегать эманации. Исследовать в этот шторм без сомнения требует невероятной храбрости. Это прям судьба, чтобы это было великое путешествие, где люди смогут подтвердить и перепроверить их гипотезы, поставив свою жизнь для возможности открытия новых горизонтов и в поиске правды. София уже сказала мне, что корабль был завершен. комната без окон, вот эта узкая комната, она прямо отрезана от внешнего мира. И похоже, внешние там исследования никак не повлияли на планы Атикуса. Он такой, да-да-да, корабль, круто, я тут занимаюсь своим собой, чтобы стать крутым лидером. Он никогда не выходил, чтобы посмотреть новое начало, как будто достижения острова никак с ним не связаны. Куча книг передвинуты слева направо, раскрыты со всех сторон, когда другие книги поближе положены к его внутреннему кругу, прямо как волны от капельки воды на поверхности озера. Разве ты не хочешь выйти попрощаться с ними? Я все еще занимаюсь в ретрите. Ты никогда не планировал выполнять свой долг? Возможно, это такая судьба, которая поведет, вела тебя не туда, куда надо, или возможно, это величие другой шестерки, которая делает тебя таким слабым и неподходящим. Накопленное недоверие между ними снова застрило его слова. молодой человек следовал за его вдохновителем и затем он в итоге пришел к зависти, недовольству, подозрению. он начал задавать вопросы самого себя и внезапно судьбу. Я не могу не думать, на самом ли деле ты способен делать работу жестой? Он такой, я тоже не уверен в этом, поэтому я тут сижу и просто батрачу, 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 изучаю всякие свитки, чтобы быть таким жестким. Твое уважение к шестому я имею ввиду Альмы ослепило тебя. Твои вопросы не приходят от сердца, эмоции закрыли твое суждение. Страницы на книге перевернули на другую главу и знакомая история выскользнула оттуда. Шесть это только число. Ты должен слушать больше, что 37 говорит. Чисто слишком уж переоценены обществом. История, которая говорит знакомую историю. Это уже третий раз, когда Атикус читал ее сегодня. Эта тема должна закончиться сегодня. Ты доставил свое сообщение, теперь мы должны вернуться к нашей уважаемой работе. Иди назад 20-й, я не хочу с тобой спорить. Эта корона его подбешивает. Мой друг, какую ты книгу там читаешь? Какая книга коснулась твое сердце, что сделала тебя таким одержимым ей, что ты не хочешь игнорировать своих друзей и семью? Его действия не совпадают с его тоном, таким наглым. Он протянул руку вперед и хитро вытянул книгу, которая была предметом его внимания. Дыхание 210-го становится глубоким и медленным. Его сердце начинает стучать сильнее и сильнее. В стороне заголовок книги голоса голос сверху. Он такой знакомый, такой обычный. Каждый ребенок на этом острове слышал эту историю в какой-то момент. Это то, с чем ты был занят. Читал эти детские книжки? Не только эти, но их тоже. Атикус говорит спокойно. Как будто говорит просто факты. Детские сказки? Он такой «Я думал, ты хотя бы там теорему Пифагора фигаришь». В ярости 210-й наклоняется вперед, сжимает свои кулаки и давит на стол. Похоже, проклятие, что быть шестеркой свело тебя с ума. Мудрость и талант которые были даны тебе судьбой. И ты имел смелость просто раздавить их? Да, не важно как, ты станешь шестым и ты получишь все подарки, которые придут с этой короной. Ты ценишь свое родство меньше, детскую историю. Ты считаешь своих дружелюбных соседей не больше, чем каких-то других, поэтому тебе плевать, уедут они, не уедут, попрощаться с ними не нужно. Благословение, которое до тебя вышло, пришло к самому такому менее заслужимому человеку. голову с 2010 сломался в его горле. Затем он, так сказать, зашипел, как огонь в воде. Твоя голова, ей не хватает мудрости и твоему сердцу не хватает уверенности. Он стоит вверх, руки закрывают его глаза, пряча его выражение лица. Я вижу, что ты станешь причиной, почему мы застрянем в поиске правды. Прогресс относителен. Айтикус поднимает свою голову от книги и его синие глаза расширены. Ну, что тогда? Тогда позволь мне спросить тебя, мой друг. Если мудрость, которую мы ищем, ведет нас к нашему разрушению, что ты выберешь? Что ты имеешь в виду? Ты советуешь, что наше решение исследовать за островом не ошибочно? Я не про это имел в виду. Отвечение в этой разговоре ведет к недопониманию и ярость 210-го практически стала таким спутанной и неприкосновенной. Я просто думаю, нет, забудь, что я только что сказал. Видимо, здесь я слишком злой сейчас, чтобы с ним гулять. Их нелюбовь друг к другу достигла такой точки кипения. Хорошо. Висиди на своей перспективе тогда. шаги уходящего 210-го не связаны с спокойным поведением Атикуса. В итоге они перешли в хлопок дверью такой нано. Пока мы все еще не понимаем. Его друзья не понимают, что 6-й уже стал 6-м. И помогла ему в этом София. Дом и убежище. После того, как 210-й ушел в ярости, я слышал, что крики людей, как корабль отправился в плавание. Эти дебаты не были запланированы. Они без сомнения нарушили баланс. Прямо как если бросить пастку пыли на одну из сторон весов. Каждая крупинка не тяжелая даже дыхание может ее сдуть. Но одно за другим они все еще влияют на взвешивание. И баланс начинает сдвигаться. Смотрите, какой красавец. Сидит и думает. Но тут окна нарисованы, а у него в его помещении нет окон. Так что-то наворона, наворона. И он такой да, они уехали. Что делать? Стараюсь ради всех. Но вот это заключение это не место для таких аргументов. Пока что я не должен в обычные разговоры вмешиваться. Я не очень люблю разговаривать. Тишина это вещь, которую ценят множество членов нашей школы. Но в длительном заключении я научился общаться с самим собой. Язык, когда он исключен из других слушателей, уменьшает мощность, как говорится, импакт, но ускоряет самопонимание. Я закончил эти книги. Позже я расскажу координатору по поводу нового списка книг. Я протянул вперед, вытащил новую книгу со дна кучи. Свиток. Свиток, двинутый моим рукавом, ускользнул из книги и упал на пол. Это поэма, я знаю ее хорошо. Одна из тех, которые я в тишине любил читать во время беспокойства. Золотые стишки, будем так считать их. Пифагорос, самая знаменитая коллекция фразочек. Хроника неизвестная, но содержимое оно прямо без времени. Глубоко ограничивать себя, преследовать сокровища разума и души, уважать богов и высшего ведущего, с честью относиться к всяким там поселенцам, элементам, чтобы вырасти выше низкого натуры слов. Я впервые слышал эту поэму от Альмы. В то время она еще не была шестой, и она висопользовалась своим собственным именем. Я был молодым, таким молодым, что мне нужен кто-нибудь старший, чтобы читал эти долгие фразочки. Мы увидим еще более молоденького, совсем молоденький шестой Атикус. Тетя Альма, я не понимаю. Эта часть говорит, судьба это как громадная точка пересечения, на которой смертные туда-сюда катаются и испытывают бесконечное страдание. Нам что, нужно быть такими? Неужели судьба такая плохая вещь? Тетушка Альма, да, ты еще тогда не понимала, что тебе судьба быть шестым. Нам показали шестую, Альму, какая красавица. но она уже тоже там замученная такая. Тоже синие глаза, блондинистые волосы. Альма передвинула книгу подальше от его лица, вздыхает под опять вот этим Газеба. Вот это вот Газеба, видимо, сидят там. Почему ты еще не уснул? Она такая читала, читала, думала, что он уснет и все будет замечательно. А он уже если ты спросишь меня, эта погода просто идеальна для того, чтобы поспать под виноградными лозами. Альма закрывает свои глаза снова, игнорируя вот эти фразы в моих руках. Типа она так «Я буду спать». В реальности она не особо хороша с детьми. она заботилась обо мне вместо матери. Для нее это еще одна ответственность, которой ей нужно заниматься. И моей матушке гораздо более важной проблемой приходилось заниматься. Ответственности шестой. Однажды эти ответственности будут также принадлежать и мне. Атекус «Атекус, почему ты не придешь сюда и тоже поспишь? Думать о судьбе не то, что ребенок твоего возраста должен заботиться, но я хочу знать. мне не терпится задать мои вопросы, но Альма просто трясет своей головой. Ну что ж, хорошо, ты хороший ребенок. Ты слышал много разговоров от людей о поводу шестого, судьбы, правды и благословения и других таких громадных значений. Но если ты будешь слишком фиксирован на этих абстрактных концептах, счастье, которое прямо перед тобой, оно ускользнет от тебя. Альма забирает фразы из моей руки и хлопает меня по спинке. Давай, Атекус. Ложи сюда. Это красивый день. И виноград прям созрел. Я думаю, я знаю, ты все еще думаешь объяснение этих золотых фразочек. Очень мало людей знают, как избежать свою собственную неудачу, потому что они еще сами не увидели свою собственную судьбу. Но это солнышко, этот звук ветра, и сон просто также часть нас того, как и мы. Так что давай полежим здесь вместе, насладимся этим редкими, драгоценными моментами. Альма положила золотые фразочки на ее лицо и вернулась обратно в сон. Она всегда была смешной и легкосердным человеком, выделяющейся как стеклянный, это, кстати, камушек среди обычных камней на этом острове со строгими правилами. Там все такие «Ой, надо работать!» Она такая «Да ладно, давайте поспим!» И вот такая вот человек вынуждена была стать шестым, взять все в свои руки. Наверняка она сама несчастлива от этого. «Ну как, потому что если не я, то кто?» А я же одинокий и занятый ребенок, нагруженный, так сказать, весом ответственности. Только возле Альмы я чувствовал какое-то облегчение. Лечит просто полежать? Хм! Я слышал пение птичек, шепот ветра, далекие звуки волн, ударяющиеся о берег. Я читал множество замечательных книг, запомнил много древних фраз и совершил множество сложных расчетов. Но это была Альма, которая дала мне золотые фразы со страницей, наполненной яркими аннотациями дополнительными. что все фигня или нет. Это идеальная удобная приятная теплота, момент спокойствия, которые не приносят никакое беспокойство. Так же, как волны время касаются моих ног на границе острова, нежно приближаясь и затем отступая, принося свежее прикосновение, которое приносит удовольствие прогулке по пляжу. Она была именно такой. Так что я покинул мой заключенный дом, погулял по мягкому песочку и испытывал понимание, о котором она говорила. Испытал то, что другие называют время игр. Песочек мокрый, ведь морской ветер соленый, мои одежды тяжелые и моя кожа становится такой, чешется от капелек влаги. это громадное море всегда возле меня с волнами набрасывающими на пляж, но также они никогда меня полностью не намокают. О, где это мы? Зайди в ночь. Тьму саму не надо бояться. В ней опасности никакой нет. Эти воображаемые монстры только существуют в разуме детей, которые не могут различить фантазию от реальности. Я же не такой ребенок, верно? Встретиться со страхом. Так, тьма, ее пугаться не надо. начнем. Кого-то надо набить. Ладно, давайте набьем кого-то. Крысы. Ладно, бапаемся. И бьем. две сразу получил, потому что у меня а, и ульту сразу выдали мне. Так, с вами все понятно. пошли отравлять. Так, они гильяруют грыз почти, почти, почему-то мы должны выживать. так, бафы ушли. Бафы надо возвращать. Момент салют, момент салют, салют, торча салют. Так, давайте вы просто умрете аккуратненько. Победа. Эх. К счастью, они не опасны. Время идти домой. Закончено. Альма, я вернулся. Инер возвращается, и ему говорят, что, а матушка-то двоя померла. И теперь Альма уже не Альма. Теперь она шестой. Я провел слишком много времени играя. Так много, что я забыл судьбу. Судьба это как камень, катящийся с высокой горы. И в конце концов он перекатит нас всех. Шестой изначально идеальное число символ уверенности и гармонии. Когда он проявляется в душе, благословение сверху на него опускается. Шестое обладает бесконечной мудростью, пионерским видением и просто балансом. Они идеальны с любой стороны, прямо как маяк света, ведущий нас к яркому будущему. но только после я на самом деле не понял, что это на самом деле. Неужели мы увидим, как это ревелэйшн влияет на людей? Альма не ответила на мой взгляд. Вспоминая в прошлом мое изначальное внутреннее чувствительность как ребенка заметила эти аномалии гораздо больше, чем моя мудрость мне это подсказала. Типа что-то не так, что-то не так. Внезапно почувствовал страх, я прекратил задавать вопросы, просто задержал свое дыхание и осторожно переступил с ноги на ноги на ногу. Четушка Альма спина тетушки Альмы так близка и лунный свет освещает ее владинистые волосы. Тетушка Альма, ах, посмотри-ка, я даже не заметила, что ты здесь, что ты вернулся. Волны снова накатывают намокая мои ноги. Я звал тебя много раз, но ты не ответила. Вот оно как. Голос Альмы мягкий, ее руки теплые, они стали горячее. Она взяла меня в объятия, в заплечики, притянула мое худенькое тело в свои обнимашки. море поднимается, забираясь по моим ногам, чувствуясь, как он тонет в этом море. Я тут сортировала свои мысли. Прости, я не услышал тебя совершенно. До сего момента мой разум был в беспорядке, но я теперь думаю гораздо яснее сейчас. Я все поняла. она прочесала мои волосы, вытерла пот, который набрался от моего бега и поправила мою одеждочку. Бедное дитя, ты всегда такой запотевший и у тебя там крысиные царапины на твоей одежде. Ты видимо наткнулся на этих маленьких монстров. не бойся, дитя. Молись богам за то, что ты собираешься сделать. Молись, что все пройдет хорошо. Я чувствовал это. Отчаяние достигло уже моей как называется нижней часть лица. Будем считать шея. кто ты? Он такой это же не Альма. Вот что напугало, что она совершенно не похожа на такую беззаботную Альму. Вопрос, который я застрял в моей шее. Я им прям подавился, что я не мог еле дышать. Тетушка Альма, что-то случилось здесь? Альма Иатикус, идите сюда. Крик человека внезапно зазвучал. Он только что подбежал, хотя через улицу от зала Периона. Его запотевшая кожа сияет под ночным лунным светом, как будто он солдат, принесший плохие новости. Прямо как в исторических книгах. Нам нужно торопиться быстрее или будет слишком поздно? Нет, уже слишком поздно. Видимо, благословение перешло, когда кто-то умирает и так вот жух, и она такая Альма, я уже получил это благословение. Ревелация пришло. Это значит, она, моя сестра, вернулась в правду. Дар мудрости прибыло передо мной, открыл мой разум и позволило мне увидеть все. Ничего себе, сурово там они живут. Алма забрала руку человека из моих рук. Ее голос спокоен, ее лицо ужасно. Она повернула свою голову и сжала меня еще крепче. Просто ох, Атикус, мое бедное дитя. Понимаешь, да, что ты как бы изменилась и как это меня пугает. Мое бедное дитя. шок, когда ребенок потерял не только свою мать. Альма стала шестой в этот день. Он потерял не только свою мать, но и свою тетю. Идеальным числом, идеальным человеком и замечательным лидером. Но шестой не была Альмой, больше нет. отпусти меня. Я выхватил свою руку и убежал отчаянно, пытаясь убежать эту удушающую волну, которая его так накрыла просто жестоко. Пока эта удушающая волна не захватила меня полностью, я не нашел себя на пляжу без сознания, читая золотые фразы. Мой страх идет от этого. Но когда я не уверен в этом, я все еще возвращаюсь сюда. Как будто ребенок, который не может вообразить, уходя слишком далеко от дома. Молись богам, что по поводу того, что ты собираешься сделать. вид идеальный у человека. В мутном таком виде силуэт новой шестерки проявился. Полный, мудрый, ее слова ясны и правильны, прямо как древние максимы. Молись богам за то, что ты собираешься сделать. Молись, что все пройдет хорошо. Когда ты с этим всем привыкнешь, ты узнаешь систему бесконечных вечных богов и смертных людей. Знать, что управляет всеми вещами в мире и как они все соединены в одно. Ты все поймешь. И когда ты это сделаешь, эта вселенная объединяет всех. Так что ты не должен надеяться того, что ты не должен, иначе ты будешь обманут. Я не мог ни о чем другом думать. Мои изначальные сомнения блокировали мои мысли. Ревелэйшн. Он стал его ненавидеть в этот момент. Неужели это самая Ревелэйшн, которое должно упасть как шестым? Море полностью поглотило мою голову. Удушение напоминает мне, напомнило мне, что я потерял кого-то очень дорогого мне сегодня. И это было благословение сверху? Это по-вашему благословение? Долгое время после этого я не мог спать спокойно. Я частенько убегал на пляж, слушал волны, пока усталость не закрывала мои глаза. в непонятках голоса мудрости когда-то сказал «Не бойся, дитя». помню, что вот это благословение богов дается частенько в форме с катастрофой и выдерживая его терпеливо. Это такова судьба. Не спорь. Что? Ага. Я кое-что понял. когда я открыл мои глаза увидел тихий булыжничек высоко в горе который наблюдал за островом. Однажды он раздавит меня так же как он раздавил Алью. Так что я закрыл мои уши и склонился. С тех пор я никогда не смотрел на этот булыжник на горе и так же я не смотрел на разбитую бутылку на столе. Это как пример Софии. если бутылка на столе ее судьба упасть я постелил ткань на низ чтобы хотя бы легче было прибраться. Но тут шестой видимо все-таки решил постелить соломку чтобы мудрость его не раздавила чтобы он остался самим собой. До гораздо позднего времени пока не пообщался с этой девушкой по имени Софии. Он такой да вот она помогла Атикусу принять свою судьбу. жесткие истории это у вас тут конечно. Методы исключения но пожалуй методы исключения я запишу прямо сейчас но в следующей серии. Надеюсь вам все нравится я думаю вот раз два три четыре в следующей серии я все это четыре штучки пройду. К тому же осталось 12 часов то есть деваться мне некуда. Либо я это пройду сегодня либо придется ждать пока этот событий повторится почти там через пять наверное ну или через три четыре не важно а на этом я прощаюсь всем спасибо всем пока